Журналистка Первого канала Марина Овсяникова не собирается погибать Россию, даже несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ей уже политическое убежище. Накануне вечером Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсяникову на 30 тысяч рублей, хотя многие опазались гораздо более серьезного приговора. Давайте еще раз вспомним этот уже ставший легендарным эфир Первого канала. Надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали... Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это были действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально двое суток без сна, больше 14 часов длится допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи, и мне сегодня надо просто отдохнуть. Ну, вас освободили, вас освободили! Вы удивились? Это сюрприз, что вас освободили? Нет, я думаю, это не сюрприз, потому что у меня два детей, и они живут с мной. Это не сюрприз. Именно так прокомментировала Марина решение сразу после выхода из зала суда. Причем штраф Овсяникова получила не за антивоенный пикет за спиной Екатерины Андреевой, а за видеообращение, которое записала непосредственно перед акцией и выложила в сеть. В нем женщина призвала всех, несогласных с войной, выходить на улицы. Ведь цитата «всех нас не пересажать». Впрочем, пока такому мягкому, как отметили многие, решению суда радоваться рано, по информации телеграм-канала «База» против Марины Овсяниковой готовится еще одно уже уголовное дело о дискредитации российской армии. То ли по случайному стечению обстоятельств, то ли вдохновленные акции в прямом эфире Первого канала с российских телеканалов принялись увольняться журналисты. Это уже мы слышали, что покинула Россию, написала заявление об уходе ведущая итоговой программы сегодня на телеканале НТВ Лилия Гильдеева. Также с НТВ ушел Вадим Глускер, он был спецкором долгое время в Париже, потом в Брюсселе. И он один из последних журналистов, остававшихся на канале еще вообще со времен Владимира Гусинского. Многократный лауреат ТЭФИ, автор документальных фильмов, и Глускер в последние годы был сапкором, как я уже сказала, в Брюсселе. Именно туда переехало бюро после того, как бюро НТВ в Париже закрылось. С первого уволилась и Жанна Агалакова, в прошлом ведущая программы «Время». В последние годы она возглавляла ключевой европейский корпункт как раз в Париже. Уже известно, кто займет место Агалакова. Это будет Иван Благой, он был сапкором в Берлине. И можете помнить его по скандальному репортажу из Берлина о русской девочке Лизе, которую якобы изнасиловали и похитили мигранта. Я, кстати, тоже сделала, мне кажется, с десяток репортажей об этой истории. Расследованием того репортажа даже занималась немецкая полиция, которая выяснила, что материал от начала и до конца абсолютная выдумка. А самого Ивана Благова обвинили в разжигании ненависти и вражды. С оттоком кадров государственные телеканалы решили бороться рублем. Все, например, сотрудники ВГТРК, крупнейшего государственного медиахолдинга в России, получили премии 50% месячной зарплаты. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал наш коллега, журналист Роман Супер. При этом накануне о вот этих самых внезапных денежных выплатах в ВГТРК сообщило издание «Репаблик». Там вышел монолог анонимного сотрудника холдинга. В беседе с бывшей ведущей итоговой программы «Вести» на телеканале «Россия» Фаридой Курбангалеевой он поделился настроениями в редакции. И сейчас с нами на связи Фарида Курбангалеева. Она уже давно не работает на федеральных каналах, живет в Праге и поделится, наверное, своими мыслями о том, почему начался такой, ну, для российского телевидения, для российской пропаганды, это такой массовый исход, в общем. Да, я давно не работаю на российском канале, но меня в последнее время называют постоянно именно так – бывшая сотрудница ВГТРК. Я все жду, когда же это прекратится. Но я понимаю, что это связано с контекстом. С чем это связано? Но я думаю, что причины очевидны. Очень много людей понимают на самом деле, что война, которая идет в Украине – это преступление. Они имеют к этому преступлению непосредственные отношения, потому что участвуют в информационной поддержке этого мероприятия, назовем его так. И я не думаю, что у них сильно от этого поднимается настроение. Поэтому, собственно, отсюда подавленность, разговоры в курилках, как же быть и что делать. Но люди остаются работать. Я вот сегодня, кстати, еще с одним источником разговаривала с другого федерального канала. И он мне сказал, что, ну, может быть, не дословно, но примерно так. Люди нищие, все закредитованы, не знают, куда идти. Поэтому сидим и работаем. Вот так вот. Я вообще про себя могу сказать. Я тоже работала на федеральных телеканалах. И начинала я как раз именно на ВГТРК, потом работала на НТВ. Но я ушла намного раньше, причем по семейным обстоятельствам. Но как бы держала связь со многими моими коллегами очень долгое время. И когда случился 2014 год, и вопрос, в общем, стал ребром для многих наших коллег, те, кто не ушли, мне как раз объясняли это тем, что вот у них кредиты, дети, куда их возьмут. Ни на один другой приличный канал с таким резюме они не попадут. Не знаю, наверное, как из каких-то гуманных соображений, может быть, я где-то понимаю этих людей. Но с другой стороны, сейчас настает предел. И с третьей стороны, мы находимся в такой экономической яме, опять же, из-за развязанной войны, из-за санкций, что я себе слабо представляю, что все эти люди и сейчас найдут себе где-то работу. Ну, а работать-то негде. Собственно, и в 2014 году, знаете, причина того, что люди оставались работать там, где они работали, мне кажется, она была все-таки не в том, что их не возьмут в какое-то приличное место. Многие понимали, что если они хотят остаться, ну, допустим, редактор, и он хочет работать с редактором, а куда он пойдет? На первый канал, а там то же самое. А там такие же подводки, такая же терминология, такие же установки. А смысл? А на НТВ то же самое. То есть это абсолютно замкнутый круг. Ну, да, был телеканал «Дождь» из того, что можно назвать действительно приличным местом. Да, но вы же понимаете, что ресурсы дождя были всегда очень сильно ограничены. Дождь не мог брать в штат всех, кого пожелает. И поэтому люди продолжали сидеть на своих местах. Мне кажется, вот причина была в том числе и в этом. Поменять профессию, совсем уйти из профессии – это все-таки шаг, который требует довольно, ну, сильно, скажем так, энергозатратный. Не все были на это готовы. Человек – существо слабое, гораздо проще не делать ничего. Вот они не делали ничего. Я думаю, вот так вот это было. Мы вчера с моим другом и тоже бывшим коллегой обсуждали, что это значит, вот этот вот исход сотрудников пропагандистской машины. Что может ли это означать, что это какой-то такой первый звонок к тому, что скоро сменится власть? Трудно сказать. Я на самом деле даже по большому счету таким полноценным исходом это назвать не могу, потому что, да, как справедливо заметила вчера Ксения Ларина на своей странице в Фейсбуке, все-таки Жанна Агалакова и Вадим Глускер – это люди, которые являются резидентами Евросоюза, и они не хотят для себя никаких проблем. Очевидно, что причины их увольнений, ну, может быть, не на 100%, но хотя бы наполовину, точно очень прагматичны. Поэтому сейчас я думаю, что говорить о том, что вот идет какой-то исход, к сожалению, нельзя, все-таки уходят единицы. Особенно, что касается вот таких топовых фигур, да, звезд, скажем так. Да, по-тихому тоже уходят многие бойцы закадрового фронта, если их можно так назвать. Там вот, кстати, народу побольше. Может быть, поэтому они и посмелее, потому что их не видно, и дверью громко хлопать не обязательно, и, в общем, никаких фото вспышек не будет. Например, с российского канала уволилось несколько редакторов, несколько продюсеров, уволился шеф-редактор вечерних выпусков новостей на канале «Звезда». Ну, так тихо-тихо, да, что-то так движется. Но вот насчет исхода, мне очень бы хотелось, на самом деле, верить в то, что такой исход будет. И поэтому я всем говорю, давайте не будем никого осуждать, давайте не будем никого клеймить. Пусть люди находят в себе силы для того, чтобы встать и выйти. Для этого мы должны оказать им поддержку. Мы не должны вспоминать им эти 8 лет. Я прекрасно понимаю чувства тех, кто выступает сейчас с какими-то обвинениями. Но если мы будем этих людей гнобить, то следующие подумают, а стоит ли вообще так делать, или, может быть, тихо пересидеть, пока все не рассосется. Ну, а это, в общем, только хуже для нас всех. Фредда, последний вопрос. Почему вы ушли? Ну, вот вы как правильно сказали, 14-й год, он стал уже таким переломным совсем. Понятно, что я уже много раз об этом говорила, что и до этого были какие-то моменты в работе, которые доставляли мне сильный дискомфорт. Но в 14-м году это было вот прямо в феврале 14-го года, когда в Киеве начался Майдан. И когда сверху начали спускаться вполне конкретные ЦУ, как мы должны освещать эти события, в каких формулировках, я поняла, что, ну, я здесь уже не жилец. То есть я приходила каждый день, я помню, домой с работы и говорила, завтра я уволюсь. Завтра я, вот как мантру это повторяла, завтра наступала, завтра я опять шла на работу, потому что идти мне было совершенно некуда. Я понимала, что везде будет одно и то же. При этом я даже помню, что я прочитала интервью Натальи Синдеевой, вот как раз это было в 14-м году, или, может быть, чуть позже, в 15-м, когда я уже не работала. И в этом интервью она сказала, это прямо цитата была, «Я никогда не возьму на работу человека из вестей». Ну и, собственно, вот. И ты понимаешь, что идти тебе некуда, и оделать ты, как тебе кажется в тот момент, это, кстати, заблуждение, оделать ты ничего больше не умеешь. Многие, кстати, поэтому тоже остаются и сидят. Я вот эту реплику от кого только не слышала. Это абсолютная неправда. Это наши психологические установки, которые можно и нужно преодолевать, потому что, на самом деле, когда жизнь тебя заставляет, ты понимаешь, что ты очень много чего умеешь делать. Но я понимала, что работать я там не могу и не хочу, на какое-то время вот терпела. Ну а потом я поняла, что у меня есть путь к избавлению. Надо просто вот как-то вот на зубах дотянуть. Я дотянула, но обратно я не нашла в себе сил, внутренних ресурсов для того, чтобы вернуться. Вот так вот это было. Спасибо, Фреда Кругмонгалеева. Не буду вас представлять как бывшая ведущая «Вестей». Скажу, что вы ведущая телеканала «Настоящее время». Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok